Добрый вечер, Гомель, на Голорусс 4 прямой эфир. Наш телефон в студии 34 22 43. Звоните, мы всегда рады вашим телефонным звонкам. Сегодня весь час прямого эфира, впрочем, как и обычно, рядом со мной с вами, дорогие друзья, будет психолог Людмила Тутынина. И это не случайно. Людмила, добрый вечер. Добрый вечер, Наталья. Знаешь, вот сегодня, точнее завтра день, очень интересный день, очень много праздников и очень много прикольных праздников, один из которых это день радости, что жив. Вот согласись, такая своеобразная формулировка и довольно, ты знаешь, необычный праздник. И мне кажется, дорогие друзья, это очень хороший повод задуматься о том, что причин для радости действительно множество. Ну вот я, например, радуюсь всегда интересным новым собеседникам, которые появляются в этой студии. Меня это всегда очень интригует. Людмила, ну а что обычно радует тебя? И вот, например, что порадовало сегодня? Поделись своей радостью с нами. Наташ, сегодня было все очень обыденно. Зашла в магазин и накупила вкусняшек. И меня это очень порадовало. Вкусняшки. Вкусняшки тебя радуют. Ну меня много чего радует. Но сегодня порадовали вкусняшки. Спасибо. Отлично. Мне кажется, очень интересный вариант. И ты знаешь, я все-таки предлагаю в течение нашей программы составить собственный такой список поводов для радости. И могу ли я попросить тебя вот начать их записывать на нашей доске? Ну, это хорошая идея. С удовольствием. Значит, у меня какая радость? Это, наверное, общение, встреча с новыми людьми, скажем так. Новые встречи. Новые встречи. Так, у тебя вкусняшки? У меня вообще много причин. Ну, добавь еще что-нибудь. Так, новые встречи. Так. Наташ, мне сегодня очень порадовало еще то, что тепленько. Вот я напишу так. Тепленько и вкусняшки. Хорошо? Погода и вкусняшки. Хорошо. Тепленько. Так. И вкусняшки. Отлично. Это наши с Людмилой, скажем так, радости жизни, дорогие друзья. Мне кажется, у вас они приблизительно такие же. Но на самом деле очень хочется узнать, что же порадовало вас сегодня. Поэтому поделитесь, пожалуйста, своей радостью с нами по телефону 34-22-43. Можете также оставить свое сообщение в Вайбере. Вы знаете, сегодня у нас впереди очень интересные гости. У нас конкурсы, призы. И, конечно же, будет очень много музыки. Но для начала давайте разберемся, что нам мешает радоваться жизни. Людмила, расскажи, пожалуйста, вот что обычно влияет на наше настроение? Наташа, ну, знаешь, вот не веду статистику, да, вот у кого что, нет такой у меня статистики. Но общаясь с людьми, я понимаю, что чаще всего люди страдают от собственных установок. Ну, например, ой, как плохо, вот на улице 5 градусов тепла всего, или, ой, вот солнца нету, хмурые тучи, плохо, да, там, или какая-то нехватка, и у человека внутри протестное такое движение. Чаще всего человек страдает сам от себя. Чаще всего человек вредит себе. Ну, вот не кто-то другой, а сам себе. А как вот ты относишься вот к такому понятию черная-белая полоса? И вообще, что вот с точки зрения психологии обозначают эти полосы в нашей жизни? И стоит ли вообще к этому так относиться? Серьезно, как это делаем мы? Ну, однажды я встретила такую фразу, как пожелание, пусть черно-белая полоса станет твоей взлетной полосой, да? Я к жизни примерно вот так и отношусь. На самом деле, если мы живы, живы, да, то везде должен быть, ну, мягко говоря, сквозняк. Везде есть движение, везде есть жизнь. А жизнь предполагает такие дуальности, как жизнь, смерть, сладкое, горькое, здоровье, болезнь. Это все называется жизнь. Вот такой вот коктейль, вот такой вот микс. То есть не увидишь черную полосу, не почувствуешь все прелести белой, ты вот к этому идешь? Ну, вот примерно так, примерно так. Как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло, да? Не было бы ночи, не было бы дня. Ну, мне кажется, в этом прелесть жизни, когда мы можем испытать и холод, и жару. Ты знаешь, сегодня нам всем очень нужны твои советы. Вот несколько советов, как научиться радоваться жизни. Ну, совет должен быть универсальный, чтобы они подошли всем нашим зрителям. Наташ, ну, знаешь, что прежде, чем я начну давать совету, да, я подготовила два сюрприза конкретно вот для тебя и для наших тележрителей. Я очень люблю сюрпризы Людмилы Тутыниной, они такие неожиданные. Наташ, знаешь, когда готовилась к передаче, я вдруг обнаружила, что у меня дома в упаковочке находится счастье. Может кто-то показать, а? Счастье в упаковочке. Счастье в упаковке. Давайте попросим показать, что это за упаковка. Я посмотрела, что же за состав этого счастья. Оказывается, бергамот, бергамот, масло бергамота и иланг-иланг. Так все просто? Все просто. Наташ, вот сейчас обмажемся и будем счастливы, с хорошим настроением. А второй, Наташа, сюрприз. Ты знаешь, на всем пространстве СНГ есть один единственный музей счастья, и он находится в Новосибирске. И у меня родилась такая идея. Ну, во-первых, я загуглила и посмотрела, правда ли это. Оказывается, правда. Этот музей находится на улице 1905 года, дом 13. Адрес меня смутил, но на самом деле такой музей счастья есть. Давай попробуем сейчас прямо вот в прямом эфире передать им привет. Привет, музей счастья? От нас, от гомельчан? Да, привет. Ну, а почему нет? Тем более, что нашу программу все во всем мире видят сегодня благодаря нашей группе ВКонтакте, благодаря вообще интернету. Поэтому музей счастья Гомель передает вам привет. Вот все наши зрители, в том числе. Ну что ж, неплохие советы, я хочу тебе сказать. Да, обмазаться бергамотом и передать кому-то привет. Ну, мне кажется, это неплохой действительно повод порадоваться. Ну, по крайней мере, мы улыбаемся. А скажи, пожалуйста, Людмила, как ты считаешь, музыка, она однозначно помогает? Бороться вообще вот с унынием? Или все-таки здесь надо быть аккуратным? Ну, знаешь, Наташа, смотри, какая музыка. Ну, а как ты отличный пример? Вот если русская народная, ну, конечно же, душа нараспашку. Русская гармонь, как тебе? Да, отлично. Подойдет для этого повода? Сразу хочется танцевать, радоваться. Дорогие друзья, ну что ж, тогда русская гармонь. Прямо сейчас на Беларусь-4. Прямо сейчас на Беларусь-4. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ Вот так и хочется, дорогие друзья, вот так и хочется спросить, отчего гармонь поет, Людмила? Ты знаешь, от тебя? От того, что кто-то любит гармониста. Ну, действительно, вот как, дорогие друзья, как можно не влюбиться в такого задорного гармониста? Андрей Федяй, залит Гомельской областной филармонии, сегодня в гостях на Добром вечере. Ну, Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Очень рады видеть тебя сегодня у нас в гостях. Спасибо за эту музыку. Мне действительно кажется, что гармонь, она все-таки творит чудеса. А еще я думаю, Людмила, что такое понятие, как музыка, может вполне дополнить наш список радостей жизни. Как ты считаешь? Так что вписывать? Андрюшина гармонь или музыка? Ты знаешь, подумай сама, вот как хочешь, так и вписывай, да. Все подойдет сегодня. Андрюша плюс гармонь. Кстати, Андрей, как вообще настроение? Настроение отлично. Ну, спасибо, ты его тоже подарил нам сегодня. Я думаю, это еще и повторится. Кстати, что тебя сегодня порадовало? Подели свои радости с нами, с зрителями. Меня сегодня вообще порадовало, что сегодня я нахожусь в вашем эфире, в вашей студии. И я пришел сюда после замечательного тоже концерта, который тоже принес много эмоций и много настроений. То есть музыка, 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 общение. И концерт был тоже необычный, который принес тоже настроение, вот как Людмила сказала. Это был концерт детского коллектива, которым проводит моя супруга Виктория. И она сегодня защищалась, получала звание образцового. Получила? Я думаю, да. Можно уже поздравить? Пока мы еще не знаем, но, скорее всего, да. Может, привет передадим хотя бы? Ну, хотя бы привет. Вот привет, да, привет супруге Андрея от нашей программы. Андрей, ну что ж, ты выпускник Белорусской государственной академии музыки, ты лауреат международных конкурсов, фестивалей, в твоем творческом арсенале уникальная программа. Людмила, представляешь, все исполняется. Веселые заводные частушки, лирические народные, там, композиции лирические. Но все-таки вот хочу спросить, что чаще всего просят исполнять сегодня на концертах? Вы знаете, чаще всего просят, я вот пробовал разные программы играть, где-то больше классики, больше народного, где-то эстрадного. И, как ни странно, вот уже на опыте, на своем концертном, я уже понял, что народу близка гармонь в своем народном стиле, вот, хотя сейчас есть современные обработки, эстрадные обработки, вот, и все-таки, вот как Людмила говорит, гармонь, которая... Душа развернулась, да, развернулась, а потом свернулась, когда есть постоянный такой энергетический импульс. Может быть, это еще потому, что гармония, она всегда у человека ассоциируется с праздниками. Вот помните, как раньше... Совершенно бессознательная по Юнгу. А вот помнишь, раньше в деревнях, их же там по несколько гармонистов было, это были такие завидные, не то что женихи, это были, ого-го, герои местности. Самые важные люди были. Самые разные мероприятия, да, только под гармонь. Ну вот мне что интересно, Андрей, а когда ты впервые услышал вот звуки гармонии, почему выбрал именно этот музыкальный инструмент? Ну я скажу коротко, я впервые услышал его где-то в 6-7 лет, звуки гармонии, случайно был у родственников где-то на каком-то, наверное, свадьбе или юбилей, и там играл, наверное, может мой дядя или какой-то гость, играл на гармонии, и вот эти звуки как-то у меня остались внутри, и однажды меня мама завела в магазин, и там в нашем детском мире, когда-то в 90-е годы, были вот аккордеоны маленькие и гармошечки маленькие, они назывались малыш. И мама говорит, выбирай, этот или этот. Мне нравился аккордеон, потому что клавиши заманчивые вот белые, но почему-то так сердце подсказало, вот показал пальцем на гармонии. Она мне купила маленькую гармонию, она до сих пор в хорошем таком состоянии, и пользуется, вот моя супруга в своем коллективе пользуется этим инструментом. Вот, и я потихонечку как-то начал баловаться, баловаться, потом поступил в музыкальную школу на баян. Ну, честно, да, побаловался. Да, побаловался. На баян, сам согласился, пошел, и параллельно вот так вот, скажем так, баловался, подбирал что-то по слуху сам. Вот. И все это длилось, длилось, закончил музыкальную школу, колледж Соколовского поступил, потихонечку так пробовал. И потом как-то так получилось, что пригласили меня на один фестиваль. Так. И помочь просто коллективу. Я помог, и случайно там получил какое-то второе, наверное, место. Побаловался, да? Побаловался, да. И приехал домой, и как-то мне моя жена, вот, Вика, и говорит, попробуй это, серьезно этим заниматься, как-то приобретем инструмент, и дальше. Вот. И как-то вот мы так попробовали вместе с ней. Это нелегко было приобрести этот инструмент, но мы всеми силами это сделали. И сейчас, на самом деле, как-то это все стало на рельсы. Ну, я знаю, Андрей, что гармония – это не единственный твой инструмент. Тебя называют таким, очень-очень, таким современным мультиинструменталистом, да? Человек-оркестра. Да, можно и так сказать. Какие еще инструменты в твоем арсенале? Ну, знаете, в арсенале много. Я вот сейчас играл у своей супруги на концерте. Стой, у своего супруга я слышу большая концентрация. Надо было ее с собой пригласить. Да, но, к сожалению, очень уставшая, потому что много эмоций. Там, кстати, играют и мои два сына, Рома и Матвей, они тоже играют на шумовых инструментах у нее в коллективе. У вас музыкальная семья, замечательно. Да, можно сказать, музыкальная семья. И я там играю у нее как бы на таких инструментах, как тоже гармонь, жалейка, вот такие дудочки с рогом на конце. И такой белорусский инструмент, дуда, белорусская дуда. Вот, потому что дударей у нас в Гомеле практически нету. И вот на... И так же играю и немножко и на балалайке, и на гитаре, и на фортепиано. Ну что ж, сегодня ты у нас в гостях с гармонией. Поэтому, дорогие друзья, вот самое время задать вопрос нашего конкурса. Как же ласково гармонь называют в народе? Ну, подумайте, пожалуйста, я уверена, что вы знаете ответ на этот вопрос. Просто надо позвонить 34 22 43 и ответить на наш вопрос конкурса. Кстати, приз победителю, сегодня автору правильного ответа предоставляет Гомельский дворцово-парковый ансамбль. Это единый билет на посещение дворца Румянцевых и Паскевич. Вот представьте, все четыре этажа, зимний сад, усыпальница, башня обозрения. Вот все это можно посетить, можно увидеть по этому единому билету. Итак, звоните 34 22 43, участвуйте в конкурсе. Отвечайте на вопрос, как ласково гармонь называют в народе. Ну, а также расскажите, что вас порадовало сегодня. Поделитесь своей радостью с нами по телефону 34 22 43 или в Вайбере. Вот как, например, это сделали наши телезрители. Алина сообщила нам, что ее радует весна сегодня и горячий шоколад. Алина, мы в прямом эфире, но тоже. Мы тоже рады веснею, очень хотим горячий шоколад. Герман написал, это любимая музыка. А вот телезрители «Мама и папа» сказали, что сегодня день рождения у их сыночка. Поздравляем Димочку Носова с пятилетиями. Ну что ж, мы тоже поздравляем Димочку Носова с пятилетиями. Это действительно радость жизни. Павел сообщил, что его радует, когда удается находить новые способы продвижения проектов. Александр сегодня бросил курить. Для него это радостное событие, Александр. Эти аплодисменты для вас. Ну а Катерина... А Катерина сообщает, что ее мужу сегодня вручили грамоту на работе. Катерина, это очень радостное событие. Эти аплодисменты для вашего супруга. Вы знаете, дорогие друзья, А меня все-таки радует, что время гармонии не закончилось. И вот есть еще такие музыканты, которые поднимают этот инструмент на новый уровень. Кстати, мне подсказывают, что у нас есть ответ на вопрос конкурса «Как же ласково называют в народе гармонь?» Давайте послушаем наши телезрители. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Оксана. Оксана, вот скажите, какой у вас вариант, ответ? Как вы думаете, как же все-таки гармонь ласково называют в народе? Может, душа народа? Душа народа. Это красивый вариант ответа. Давайте подумаем еще. Гармоника, может? А как еще? Еще один вариант мы вам даем. Как еще? Гармоника или как? Гармошка, нет. Как вы сказали только что? Громче. Гармошка. Давайте как-то покажем, так ли это, да. Итак, гармошка. Оксана, вы не поверите, действительно, вот такой простой ответ. И этот единый билет на посещение Дворцова паркового ансамбля нашего достается вам. Спасибо вам большое. Но если вы еще с нами не отключились, скажите, пожалуйста, а что вас сегодня порадовало? Вот какое самое радостное событие случилось с вами сегодня? Сегодня я сходила вниз на Киевский спуск, посмотрела, как там развелась вода. И мне было приятно видеть, какая у нас широкая река. Спасибо вам большое. Вот, человек, который радовался весне. Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня в нашей студии Андрей Фидяй. Это солист Гомельской областной филармонии. И сегодня вот эти звуки гармонии, гармошки, как сказала Оксана, души русской, да, прозвучат и прямо сейчас на «Беларусь-4». Итак, кубанская, залихватская. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Да, оказывается. Ну что ж, спасибо. У нас есть телефонный звонок, мне подсказывают. Давайте поговорим с нашими зрителями. Добрый вечер, вы в прямом эфире, давайте знакомиться. Здравствуйте, Наталья, гостью в студии. Здравствуйте, Герасим, я вас узнал. Здравствуйте, Герасим. Скажите, Герасим, можно я задам вам вопрос? Вот скажите, пожалуйста, что сегодня радостного произошло в вашей жизни? Мне, я порадовался открытию фонтанов цирка. И вот мне понравилось. И город понравился, жизнь понравилась, красивый город, все прекрасно. Я хочу вас порадовать. Порадуйте. У меня все творения написал прикольный праздник, бразильский карнавал. Куплю билет, поеду я в Бразилию, я карнавал увидеть там хочу, я ощутить хочу идиллию. И вот я в лайнере лечу. Карнавал – прикольный праздник, безсомненно. Веселый, красочный, как мир. Он дарит людям настроение, как ваш живой прямой эфир. Блаженство здесь же много рая, футбол и самбо тут в крови. Христос весь мир руками обнимая, стоит над городом любви. Я в белых шортах и сомбреро. Каждый день здесь праздник наблюдал. Но однажды в Рио-де-Жанейро я парк во сне наш увидал. Нет, я не стал слабее в чувствах. Просто я безумно заскучал. Мне без вас, Наташа, грустно. Я от праздника устал. Завтра вылетаю я с Бразилии. Хочу я в Гомель поскорей. Хорошо, конечно, жить в Идиле. Но все же лучше в Белоруссии и в моей. Здесь праздники прикольные. Встречаю зрителей. Удачи вам. Герасим, замечательно. Спасибо большое. Насколько удивительно, да, наши зрители могут поддержать идеи нашей программы. Действительно, один из прикольных праздников. Вот, казалось бы, Герасим нам об этом рассказал. Спасибо большое. Дорогие друзья, вы знаете, вот мы говорим сегодня про карликовые деревья, про такое редкое искусство, как бонсай. А на самом деле в Гомельском парке ведь тоже есть редкие деревья, да? Да. И я знаю, что, скажем так, у вас есть вопрос для наших зрителей. Ну, давайте зададим. И самое главное, победитель, тот, кто правильно ответит на вопрос, который Дмитрий сейчас задаст, получит пригласительный билет на двоих человек на выставку Дмитрия Вихарю, которая в данные вот сейчас, вот в эти моменты, в эти дни проходит в нашем Гомельском дворце Румянцевых и Паскевич. Так, ваш вопрос. Да. Итак, мой вопрос. Как называется дерево, которое пережило динозавров? И которое растет в Гомельском парке. Ну, оно не то, чтобы там растет с момента, когда были динозавры, да, дорогие друзья. Итак, смотрите внимательно. Еще раз вопрос. Очень простой. На самом деле, вы все, вот мы были в Гомельском парке и видели это дерево. Оно там не одно, я знаю, да? Их там несколько. Ну, давайте так, еще раз. Какое дерево растет в Гомельском парке, и говорят, что вот такая порода, да, она пережила динозавров? Да. У меня есть для вас подсказка, дорогие друзья, потому что я очень хочу, чтобы кто-то из вас сейчас дозвонился по телефону 34-22-43 и ответил на этот вопрос. Листочки этого дерева, они напоминают сердечко, да? И на самом деле даже его называют дерево влюбленных. И золотой абрикос. Золотой ми... Абрикос. А, золотой абрикос еще, даже так. Я уверена, что кто-то из вас знает ответ на этот вопрос. Людмила задумалась. Угу, я думаю, метнуться в парк и вернуться назад. И вернуться быстренько. Но у нас есть даже сюрприз для телезрителя, который правильно ответит на этот вопрос. Еще раз напоминаю, 34-22-43. Ну что ж, а мы продолжаем разговор. Давайте поговорим про это японское искусство бонсай, вот насколько оно вообще вписывается в нашу белорусскую флору, да? Я так понимаю, что вписывается, потому что ваши деревья, это как раз таки то, с чем вы сегодня экспериментируете, да? Вы знаете, хотелось бы просто, чтобы вы в двух словах рассказали, откуда пошло искусство бонсай и как оно появилось вообще в Беларуси. Само искусство бонсай пошло больше двух тысяч лет назад появилось. В родину его является Индия, то есть сама идея зародилась там, у буддийских монахов. Потом это искусство перешло в Китай, где получилось широчайшее распространение. Вот, и потом перекочевало в Японию, которая канонизировала стили бонсай. И уже буквально лет 200 назад или 300, Германия, узнав об этом искусстве, вынесла свой вклад в виде европейских листопадных деревьев. То есть добавила в культуру способы выращивания листопадных деревьев. Беларусь. Беларусь тоже является Европой. Так. У нас та же флора, что и в Германии, и мы ничем не хуже, мы можем сделать то же самое. А много вообще таких, ну, любителей, специалистов, как назвать, мастеров бонсай, вот, например, в Гомеле? Ну, любителей у нас как бы по стране много, а в Гомеле я знаю только одного, кто действительно знает, ищет, собирает, и с каждым из них нет, кроме меня еще этот человек. Я не по себя говорю. А в Беларусь есть еще один человек в Витебске, он тоже мастер, он хорошо владеет теорией, он вел как-то раньше форум по бонсай в интернете, сейчас мы общаемся в соцсети, по телефону. В общем, у нас три таких мастера, я и еще двое. Основных. Я уверена, что Андрей, он сейчас вот просто очень хочет задать вам вопрос, как мог Андрей Гомельский инженер, да, вдруг увлечься выращиванием вот таких вот удивительных карликовых растений, причем по такой редкой удивительной технологии. Откуда у вас это увлечение? Все еще пошло как бы из семьи, с детства мать мне дала свою коллекцию кактусов, вот, я как бы ее продолжал, они стали меня свистеть, мне стало неинтересно. Это в каком возрасте, подождите? Ой, это я был еще школьником, ранние школьные годы, дала мне очень ценную книжечку, такую с секретами выращивания кактусов, вот, я ее все изучил, проштудировал и добился успеха. Когда успех я получил, стало неинтересно, я стал искать себя в коллекционировании глоксиней, у меня их было очень много, выращивал герань, потом перешел на выращивание тюльпанов черных, выращивал синие розы на балконе, огурцы в ящиках. И все это выращивали, все получалось, и вам всего не хватало было мало? Да, да, я достигал конечного результата и становилось неинтересно. То есть вы нашли искусство, да? Я потом нашел книгу, я однажды нашел книгу человека, вот взял с собой, я впервые ее показываю, потому что она немного озвучала, но никто никогда ее не видел. Вот с этой книги все началось. Это старт. Эта книга подвесла мой мир своими иллюстрациями, вот, я с нее узнал, что есть такое понятие бонсай, что это такое вообще, вот, ну и пытался в этой книге как-то освоить это искусство. У меня ничего не получилось, правда, первый блин был комом, было много попыток, все было запущено, неухоженно, не знал, что с ним делать дальше, и я это дело все бросил некоторое время. А потом прошло время, буквально годики или два, я понимаю, что я себя никуда не пристроил, организм требует себя реализовать, и вот где-то в природе, и вот я однажды нашел настоящий бонсай, готовый, у себя на работе, на заводе. Я его откопал, вот, и с него... А что значит, вы нашли настоящий бонсай, то есть вы нашли какой-то... Да еще на работе, как-то тревожное, да? Да, есть культура бонсай, вернее, стиль бонсай называется ямадори, то есть деревья, найденные в горах. Поколение японцев-китайцев ходят по горам, собирают деревья в рыжих и в диких условиях, и перенесшие на себе воздействие внешней среды, там, камни, ветра, огонь, молнии, эти деревья являются очень ценными, потому что они старые уже от рождения. И вот я нашел такое маленькое деревце, которое уже было сформированное, маленького совершенно размера, вот, оно после меня потрясло, когда я его увидел, я аж затрясаю, вот, вот это то, что я хочу, это дерево. Я вот его в тихонечках откопал, и оно было как раз около проезжей части, на заводе, на химзаводе. Ну, везде на проезжей части, под мостом, вы находите вот такое вот произведение искусства. Да, да, прямо под ногами растет богатство. Дмитрий, мне надо вас перебить, потому что у нас есть телефонный звонок, по-моему, это ответ на вопрос, который вы задали нашим зрителям. Добрый вечер, вы в прямом эфире, давайте знакомиться, как вас зовут? Наталья, меня зовут Юлия. Юлия, мы вас очень рады слышать. Скажите, пожалуйста, вот у вас есть вариант ответа на вопрос, какое дерево растет сегодня в нашем Гомельском парке, и вот, как утверждает Дмитрий, это порода деревьев, пережила даже динозавров. Да, есть ответ. Так, слушай. Таким капилопа. Мы сейчас узнаем, правильно или нет, Дмитрий, все правильно? Да, это правильно. Ну, скажите, пожалуйста, вы часто вообще дотрагиваетесь до этого дерева, собираете листья, высушиваете их, делаете из них поделки, там, подарки любимым? Знаете, кстати, о такой традиции? Ну, вообще знаю, да, но не делаю. Не делаю. Ну что ж, у вас есть теперь уникальная возможность познакомиться еще с таким искусством, которое называется бонсай. Вот этот пригласительный билет на выставку Дмитрия Вихарева получаете вы, как победитель конкурса. Аплодисменты для нашего телезрительницы Юлии. Дорогие друзья, я хочу просто для всех еще раз напомнить, что эта выставка открылась недавно в нашем дворце Румянцевых Паскевичей, поэтому каждый желающий, да, в принципе, может туда попасть. Вот, кстати, о выставке. Расскажите, пожалуйста, ведь это не первая ваша выставка. Чем она примечательна в этом году? Сколько вот там представлено таких удивительных растений? Она примечательна тем, что у нас в этом году новая программа. Я решил соединить само искусство бонсай с японским фольклором, со сказками древней Японии. Вот, и соединил, как бы, животных людей, персонажей с самими деревьями. И получил интересную композицию. Там у нас представлены восемь композиций пока, сказок Сёгона-Токугавы. Вот, и планирую в этом же году эту выставку немножко расширить. Поэтому приходите еще раз, будет еще интереснее. Скажите, а дерево гинга, оно представлено на этой выставке? Да, я принес с собой тоже маме. Это, кстати, сюрприз для наших зрителей еще один. Давайте покажем. Дорогие друзья, вот, я так правильно понимаю, это маленькая копия деревьев, которые есть в нашем парке. Все верно? Да, выращенные семечки. Как и семечки? И семечки. Вот сколько лет вы растили? Ему тоже пять лет. Пять лет растили вот это дерево. Ну, листья такие уникальные, что действительно оно старше динозавра, я имею в виду, такая порода. Расскажите нам о гинга. Это вообще единственное дерево, которое дожили до нашей эпохи. И еще есть два растения, которые не похожи ни на что из нашей флоры. Это хвощи и папоротники. Вот эти три вида растений дожили до наших дней. То есть останки их и отпечатки находят в отложениях угля вместе с костями динозавров и их следами. Скажите, правда ли, что гинга цветет раз в 20 лет? Нет, гинга цветет может цветить каждый год. Насколько я знаю, цветение начинается через 60 лет после рождения, не раньше. А, то есть вот это преимущество такое, да? Да. Ну что ж, дорогие друзья, я напоминаю, телефон прямого эфира 34-22-43. Звоните, пожалуйста, рассказывайте, с какими радостями вам пришлось встретиться сегодня. Да, рассказывайте нам свои радости. Также вы можете оставить свои сообщения в Вайбере. Телефон вы видите внизу экрана. Вот уже есть сообщение от Ирины, например. Она сообщает, что радуется, когда появляются комментарии к постам в блоге. По-моему, мы это читали уже. А Валентина задает вопрос, можно ли на вашей выставке во дворце приобрести карликовые деревья, кстати. Нет, это выставка-показ. Это не продажа. Это просто показ. Хорошо. Вот, вы знаете, в последнее время очень большую популярность, как мне кажется, приобретает, ну, если так можно назвать, белорусский садовый бонсай. Вот какие кусты вообще деревья для этого подходят, а какие нет? И, в принципе, вот что вы скажете про это? Вообще для формирования ландшафтных дизайнов используют модную сейчас тенденцию топиарии. То есть тоже деревья, которые формируют в определенных геометрических формах. Но к бонсаю это имеет очень отдаленное отношение, потому что вместо зарождения бонсай и топиарии совершенно противоположные. Вот система формирования как бы схожая, но конечный результат разный. Если в бонсаю мы пытаемся сохранить дикое дерево, не тронутое человеком, и скрыть всяческие вмешательства человека и автора, то в топиариях используется больше геометрия, больше математический расчет, схема. То есть там полностью идет контроль человеком. И в садовом ландшафте можно использовать, по сути, любые растения, особенно из быстрорастущих. Есть категории медных деревьев или хрустарников, есть категории быстрых, которые вносят или наше яркое солнце, или хорлунную зиму, или быстро растут. Каждый человек подбирает под себя это растение. В общем, вы удивили Людмилу, она... Я бы слушал, правда? А ты сама не хочешь попробовать вырастить подобное дерево? Пять лет ждать результата, это не моя актива. Даже для тебя это, да, слишком? Не-не-не. Ну, редиска, вот огурцы, я согласна, тыкву новую. Ну разве пять лет это предел для такого увлечения? Нет, в Японии больше тысячи бонсай, которым за тысячу лет. То есть их выращивают веками, поколениями даже, ничего себе. На них уже как бы имена авторов, известных японских самураев, сёгунов, полководцев, которые по своему роду передавали это дерево, и она дожила до наших дней, и сейчас, наверное, находится в коллекции японского императора в его саду. Вы знаете, Дмитрий, что бы вы ни говорили, насколько это сложно, но мне кажется, это слишком увлекательно, и всё-таки поделитесь одним-двумя секретами, если это, конечно, возможно. Как вырастить маленькое дерево? Пять лет оно же должно вот так вот разрастить. Что вы с ним делаете? Обрезаете, поливаете, кормите, поёте песни, общаетесь? В первую очередь обрезка. Именно перенаправление его роста не в высоту, как у любого дерева, а больше в ширину, в густоту и в толщину ствола. Это первое и обязательное правило. Иначе дерево просто станет диким. Ну, как часто вы это делаете? Раз в месяц, каждый день? Знаете, у всех по-разному. У всех по-разному. Но осень, сезон большой обрезки. Весной просто мы уже подбираем то, что не учли осенью, или то, что зимой отмёрзло. Ну, и летом просто формировочное, когда что-то лишнее начинает вылезать, и требовать на себя сил растения. Оно нам точно будет не надо, мы его убираем сразу. Но, опять же, у всех деревьев всё по-разному. Спасибо большое. Мне интересно, Андрей, тебе не захотелось, во-первых, вырастить карликовое такое растение, а во-вторых, поменять такое увлечение, как гармонь, да, на такое увлечение, как бонсай? Ну, вы знаете, увлекательное, наверное, такое занятие. Ну, ты присматриваешься, я посмотрю, ты заинтересовала. Ну, конечно, это, наверное, занятие более такое спокойное, такое вот уравновешенное. А инструмент, когда держишь в руках, у тебя сразу уже внутри всё... Горит. Всё горит, да. То есть тебе как раз-таки, мне кажется, и помогло бы, нет, немножко успокаиваться? Ну, я не знаю даже вы. Я бы, наверное, не поменял всё-таки. Не поменял, да? Вот, потому что это сложно. Наташа, хочу спросить, Дмитрия, а что за всем этим стоит? Ну, я не думаю, что просто вот вы выращиваете и выращиваете. Ну, какая-то же есть философия или какой-то особый смысл. Вот что-то же, ну, я не знаю, может быть, вы медитируете, может быть, вы... Ну, я не знаю, ну, что-то же должно быть. Чего радость от этого получает? Огромное. Да, я получаю колоссальнейшее удовольствие от общения с деревьями. Когда с ними один на один, когда что-то пахнет земля, как почки распускаются, как цветы у них появляются у деревьев. Вот плюс я себя реализую в этом, выражаю. Я знаю, что Людмила удивила. Ее удивило, что мужчина занимается растениями, да? Наверное, вот это показалось тебе очень необычным. Все-таки привычнее, когда мы забота о домашних растениях. А Таша, меня удивляет пятилетний срок, десятилетний срок, да? То есть это же из раза в раз. И результата пока не видно. Ну, как дети наши растут? Это тоже продолжительный процесс, и ты хочешь увидеть когда-нибудь этот результат. Мне кажется, что-то такое напоминающее. У всех книг о бонсайе, у меня большая коллекция, только две написаны женщинами. В основном мужчины во всем мире занимаются. В основном мужчины занимаются имена, коллекции, их знает мир. Именно мужчины занимаются деревьями. А вообще, Людмила, скажи, пожалуйста, так как уход за растениями, домашними цветами, например, вообще влияет на наше настроение? Я думаю, что только в положительную сторону. Любая такая деятельность, которая облагораживает, если ты что-то облагораживаешь, это облагораживает твою душу. Я думаю, что даже посмотреть на самого Дмитрия, да, он сам даже по себе вызывает такое эстетическое наслаждение, удовольствие. Сам человек. Поэтому здесь такая вот гармония, перетекание, он дает энергию, силу, дерево его радует. Скажи, а может быть, ты знаешь какие-нибудь растения, которые, в принципе, стоит выращивать, ну, для настроения, для оптимизма? Есть у тебя такие растения, совет такие для нашего дерева? Наташа, мне кажется, вот Дмитрий говорил, когда-то кактусы выращивал, потом... Глоксинии, розы, тюльпаны. Глоксинии, тюльпаны, мне кажется, что любое растение, если ты сам его взращиваешь и наблюдаешь за этим процессом, доставит тебе массу удовольствия. Ну что ж, дорогие друзья, вот согласитесь, неважно, какая страсть... Даже редиска! Даже редиска, неважно, какая страсть и увлечение все-таки есть в нашей, в вашей жизни, здесь все-таки, наверное, главное, чтобы оно приносило радость. Сразу после рекламы мы расскажем о других, не менее увлекательных хобби гомельчан. Знаете, я познакомлю вас с фотографом, который коллекционирует, вы не поверите, мгновение музыки, ну, скажем так, музыкальное мгновение. Поэтому оставайтесь с нами, будет очень интересно. Дорогие друзья, это программа «Добрый вечер, гомель». Сегодня на «Беларусь-4» мы ищем поводы для радости. Нам очень интересно, что же сегодня порадовало вас. Поделитесь своей радостью по телефону 34-22-43 или в вайбере телефон внизу экрана. И, кстати, вы можете принять по телефону 34-22-43 участие в нашем конкурсе. Ну, например, ответьте на вопрос, какое растение, которое вот сейчас уже появилось везде, в городе и за городом, какое растение в народе называют ветродуйкой? Очень простой вопрос, вы просто так подумайте внимательно, позвоните 34-22-43, мы ждем ваши варианты ответов. Этот приз – это пригласительный билет на двоих человек на выставку карликовых растений, которые в данные вот в эти дни проходят в нашем гомельском дворце Румянцевых и Паскевичей. И, кстати, автор этой выставки сегодня у нас в гостях. Ну, а мы продолжаем разговоры. Людмила, если не против, ребят, давайте поговорим о фотографии. Вот просто к чему введу. Ну, согласись, все-таки сегодня мы все, практически все, Андрей, да, превращаем в фотосессию. Вот согласись, мы фотографируемся, мы фотографируем, мы обязательно в кафе или где-то еще делаем снимки и размещаем их в социальных сетях. Вот, Людмила, откуда вот такая страсть, почему мы это так страстно делаем и, может быть, все-таки нам скучно? Вот как ты считаешь, и это доставляет радость? Наташа, я не думаю, что это от скуки делается. Скорее всего, что такое соцсети и что такое одноклассники? Это, знаете, как большая-большая такая деревня, да? И как вот люди в деревне умели радоваться и делиться радостью со своими соседями, да? Точно так же мы делаем это со своими одноклассниками в группе или те, кто находится там ВКонтакте. Мне кажется, это так здорово, кто-то там у тебя в друзьях во Владивостоке или в какой-нибудь там Канаде, да, там или там в Америке, да? Вот ты нафотографировался, все, и человек тоже получил радость. А что в этом плохом? Мне кажется, это здорово. Это здорово. Как считаете вы? Совершенно согласна. Согласна. Ну что ж, а давайте узнаем, дорогие друзья, ответ на этот вопрос у нашей следующей гости. Я хочу познакомить вас с девушкой, которая выбрала не менее увлекательное хобби, чем бонсай и музыка. Она коллекционирует мгновение музыки, причем отражает это в фотографиях. У нас в гостях Светлана Дедковская. Светлана, добрый вечер. Добрый вечер. Светлана, я хочу поздравить тебя с открытием довольно уникальной такой фотовыставки, которая, кстати говоря, дорогие друзья, недавно состоялась в музее автографа Гомельской центральной городской библиотеки имени Герцена. Ты там представила собственную коллекцию концертных фотографий, среди которых, прошу обратить внимание, Людмила, твой любимый Томас Андерс. Томас Андерс. Да. Это группа Modern Talking. Вот, да-да-да. Вот мне интересно, вот расскажи, пожалуйста, откуда вообще такие редкие кадры с известными музыкантами появились у тебя? Ну, хотелось бы сказать, что именно с Томаса Андерса... Все началось? Да, все началось в 2013 году. И, собственно, автограф у меня в коллекции, точнее даже не один, но я горжусь, моя тихая гордость такая, да, это автограф на переводе его автобиографии, одним из авторов которого являюсь тоже я. То есть вот эта книга, вот ты участвовала в переводе этой книги, и Томас Андерс лично оставил этот фотограф? Автограф, да. Этот автограф? Минск, 2016 год. Это действительно такое интересное явление. Ну что ж, это автограф, и хорошо. А что касается редких кадров с известными музыкантами, которым посвящена выставка, расскажи, откуда именно они у тебя? Именно они у меня, допустим, если речь идет о Томасе, я на нескольких концертах работала с ним и в Минске, и в Германии, и в России. Это действительно сложно поймать какой-то кадр, чтобы он был какой-то уникальный, интересный. Иногда, чтобы выбрать один кадр? Мы можем сейчас увидеть, да, эти несколько фотографий, остальные представлены на выставке, в принципе, каждый может их увидеть на выставке библиотеки Герцена. Но да, вот такие вот интересные моменты, вот как тебе действительно удалось их словить? Ведь это все-таки довольно-таки сложно. Очень часто, почти всегда, чтобы выбрать один кадр интересный, десятки идут просто в корзину. Сколько у тебя таких фотографий, таких историй? С каждого концерта. Ну и сколько было таких концертов? Сложно сосчитать, ну, десятка-полтора, как минимум, было. Ну, это вообще, во-первых, надо придумать такое увлечение, да, потом его развить и оформить выставку. Мне кажется, это достойно аплодисментов, потому что многие наши зрители, да, многие наши зрители-озладатели. У нас есть телефонный звонок, давайте послушаем наших зрителей. Наверное, это ответ на вопрос нашего конкурса. Хочу еще раз его напомнить, какое растение в народе называют ветродуйкой. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Я... Здравствуйте. Как вас зовут? Скажите нам. Меня зовут Алиса. Алиса, вот скажите, пожалуйста, как вы считаете, какое же растение в народе назвали ветродуйкой? Я знаю, что это растение назвали одуванчиком. Одуванчик? А почему, как вы считаете? Ну, потому что, когда ветер дует, ну, то как бы он улетает. Улетает, да. Ой, замечательно. Вы получаете, вы выиграли. Эти аплодисменты для вас. И вот этот пригласительный билет на выставку Бонсай, который проходит в эти дни в нашем дворце румянцевых баскетч, получаете вы. Спасибо большое. Вот так оказалось все просто, да. Очень-очень просто. Ну что ж, мы продолжаем разговор в прямом эфире. Светлана, ну, давай... Мы уже добавили о том, что на выставке были представлены еще и не только фотографии с концертом, но и около 30 автографов. Значит, я так понимаю, есть еще какие-то интересные истории, связанные с ними, кроме Томаса Андерса. Как собирала автографы, это мне кажется. Вы знаете, в марте я уже начала готовиться к открытию выставки и работала в начале марта на двух концертах. И там специально для выставки я взяла 4 автографа Татьяны Булановой, Сергея Рогожин, Анне Вески и группа Пинкот. А это как происходит? Это большая толпа поклонников или ты подходишь, просишь автограф, они отказывают, ты их уговариваешь? Ну, Таня Вески, например. В моем случае все было проще. Я как лицо аккредитованное, даже уже на репетиции я обычно присутствую. И когда они заканчивают репетицию, я спокойненько подхожу и спрашиваю, можно ли. Но, как правило, все говорят, да, никто не отказывает. Ну что ж, пока выставка, а скоро это будет бизнес. Но в любом случае, я знаю, что ты человек разносторонний, очень творческий. Расскажи, пожалуйста, чем еще увлекаешься, вот кроме фотографии и сбора автографов? Ну, если фотографией я занимаюсь уже эпизодично, периодически 5 лет, то я еще полжизни, можно сказать, художник-сканист. Уже 15 лет я работаю в технике древесной скани. Вот не все, наверное, знают, что это такое. Покажи, пожалуйста. Это стружка, это стружка, которой украшаются поверхности деревянные. Но, в принципе, можно делать и объемные вещи, получается очень шикарно. То есть из стружки уже какая-то объемная вещь. То есть берется дерево, делается стружка, из него лепится вот такое вот бесподобное кружево. И какими-то мелкими-мелкими, наверное, специальными инструментами это все приклеивается. Это, конечно, очень завораживает на самом деле. Удивительно. Такие шедевры, мне кажется, из древесной стружки, они требуют все-таки терпеливости. Скажи, сколько времени ушло, например, на такую шкатулку? На шкатулку? Ну, если говорить исключительно о выкладке узора, то такого объема шкатулочку можно сделать, но не отрываясь с утра до вечера. За день? Ну, а если уже стружка нарезана, а если подготовлены все поверхности. То есть от начала до конца изделие делается, такая шкатулка месяцами, на самом деле, если брать от момента высушивания основы. Любила, вот как скажешь, как так творческий процесс, например, такой вот, в принципе, влияет на настроение, кому бы ты посоветовала вот этим заниматься? Ну, вот я сижу и думаю, вот бонсай или вот то, чем занимается Света, да? Мне здесь 5 лет, а там за один день. То есть ты выбрала, чтобы быстрее получать? Чтобы быстрее можно быстрее добиться результата. Конечно, это тоже облагораживает нашу душу. То есть советуешь, да? Наташа, мне кажется, что пришло время вот как-то подзаполнить нашу... То есть давай мы, ребят, а давайте вот попробуем объединить, что у нас получается. Бонсай, так, фотография, древесная скай, можно назвать это одним словом, например, увлечение или хобби, да? Наташа, у нас еще был Герасим со своими стихами. Это тоже увлечение, он все время нас радует. Итак, стихи. Можно, Людмила, попросить тогда радости жизни? Дополняем. Это что? Стихи. Стихи Герасима даже, да. Давай напишем. Стихи Герасима. Пусть Герасима будет приятно, конечно. Стихи и, наверное, увлечение. Ну что ж, поддержим, да? Поддержим пока, Людмила, слышит. Ну, мне вот интересно, как вот склон твое увлечение влияет на твое настроение? Исключительно положительно. Особенно, когда заканчиваешь работу и видишь, что результат тебя устраивает. Хотя бывают случаи, что тебе не нравится, что ты сделал в итоге. Но они редкие, слава богу. Ну что ж, тогда начиная что-то новое. Ты знаешь, я уверена, что многие наши телезрители, они даже не подозревают о том, что вот это уникальное народное ремесло, сожская скань, как ее еще называют, да, древесная ткань, возродили в Гомеле совсем недавно. Вот расскажи нам чуть-чуть истории. Это около 30 лет назад произошло. Мастер Владимир Цыкунов придумал специальное приспособление, которое именно и срезает такую стружку разной формы. То есть я называю это семь древесных нот, потому что семь форм, да, из которых уже складываются узоры от маленьких до больших. Вот если эту шкатулку, этот узор, например, можно выложить в идеале за день, за два, с отвлечениями и за три, то вот эту тарелку, например, я делала полгода. Полгода? Полгода. О, Людмила, ты подумай, да, подумай еще насчет этого увлечения. Спасибо большое, Светлана. Спасибо. Знаете, у нас есть очень интересное сообщение в Вайбере. Я бы хотела их зачитать. Вот Ольга Сапожникова поздравляет всех с весной, всем желает любви, радости, выражает благодарность коллективу средней школы 30, поздравляет коллектив наигрыши Виктории Александровну Федя. Я так понимаю, вот они и поздравления вашей супруге Андрей, и мы тоже присоединяемся. Ну, а вот, например, наш телезрительницу Юлию сегодня очень порадовал танцевальный коллектив, ее танцевальный коллектив «Стрекоза», который занял первое место в конкурсе «Танцевальная карусель-2018». Ой, Сергей, Сергей, ну, ваша радость просто переплюнула всех. Он сегодня посеял зерно 35 соток. Сергей, ну что ж, спасибо вам большое за это сообщение. Дорогие друзья, вы знаете, вот Ольга говорит, что ее радует встреча с подругами в летнем кафе, Мария купила новые туфли, Владимир познакомился с красивой девушкой и весь день улыбается. Ну, вот видите, поводов для радости у нас все-таки, дорогие друзья, бесчисленное множество. Вы знаете, хотелось бы на что обратить внимание. Не забудьте, пожалуйста, что завтра день радости, причем с такой интересной добавкой, пока жив. А это значит, что можно радоваться все-таки любому поводу, тому, что светит солнце, тому, что идет дождь, тому, может быть, что уже прошла зима и, кстати говоря, до лета осталось 33 дня. Ну, а еще говорят, что если вам хоть раз в жизни удалось услышать, как играет настоящая русская гармонь, то вы можете считать себя совершенно счастливым человеком. И мне кажется, что у Светланы сегодня есть фотоаппарат. И я думаю, Светлана, ты можешь дополнить свою коллекцию музыкальных мгновений, потому что вот прямо сейчас на «Беларусь-4» будет играть русская гармонь в исполнении Андрея Федяя. Дорогие друзья, я прощаюсь с вами. Это был еще один добрый вечер. До новых встреч в прямом эфире. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!